Всем привет! Продолжаем изучать Spring. И сегодня у меня нет большой темы, будет своеобразная солянка. Я коснусь разных тем, понемногу покажу некоторые фишки, скажем так, которые Spring нам предоставляет, некоторые возможности, некоторые удобства. Итак, у меня уже приложение запущено, весь необходимый код я написал. Будем-будем только смотреть на код и разговаривать о нем. То есть будет один спич. Итак, первое, что бы я хотел бы с вами поговорить, это... Давайте со структуры папок. Начнем с самого начала. Об этом стоило поговорить, наверное, в первом видео, но давайте сейчас. Быстро зато пробежимся. Таргет. Там у нас конечные классы, во что наш код, который мы пишем непосредственно на языке Java, превратится в классы, в классы, в классы. Вот, классы. Кстати, если заглянете в один из них, то вы увидите, что вот те, как их называют, конструкторы дефолтные, которые мы обычно не пишем, они вот здесь вот явно прописываются. Ладно. Там вот, значит, в Таргет у нас некий конечный код. И также в Таргет, когда мы используем наш билдер, здесь же собирается и конечный жарник, то есть жарник, который мы непосредственно запускаем. И в этом, кстати, кроется большое преимущество Spring Boot. Если мы разберем классический Spring или Java EE, там мы что делали? Мы писали код и размещали наш код в неком сервере приложений. Spring Boot, он в зависимостях уже имеет этот, скажем так, сервер. То есть ему ничего не нужно. Вот к чему я введу. То есть Spring Boot, он самодостаточен. В отличие от классического Spring или Java EE. То есть мы можем Spring Boot запускать везде, где можем запустить обычный жарник. То есть у нас появляется больше возможностей. Отнюдь не каждое облако позволяет вам развернуть те варфайлы, те варфайлы, которые мы собираем, когда пишем Java EE. где, например, можем было бы увидеть, что... Что, 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 что... Так, где нам... Вот dependency. Что Spring Boot внутри содержит уже внутренний сервер. Вот. Давайте откроем dependency. Вот наши dependency, да. Кстати, вот смотрите, как Spring Boot нам удобно поставляет все это дело. То есть, если бы мы, скажем так, классическим способом добавляли dependency, во-первых, у нас здесь было бы гораздо больше список, во-вторых, многие библиотеки, они носят, мягко говоря, странные названия. А тут мы, например, видим Spring Boot Starter Security. Мы уже подразумеваем... Ну, вернее, мы знаем, что здесь некая коллекция dependency, которая... Ммм... Которая... Которая содержит... Содержит все необходимое для security. Точно таким же образом для мейла, для data.gpa. Так вот, я вам хотел показать, что... Вот, к примеру, где вот веб, вот этот веб, да, содержит в себе Tomcat. Tomcat это у нас сервер. Это у нас сервер, который, собственно, и поднимает... С помощью которого мы можем слушать на каком-нибудь порту сообщения, то есть, куда мы непосредственно отправляем запросы. HTTP запросы. Spring Boot это содержит все внутри. Причем, причем, причем здесь что еще интересно? В принципе, вот эти вот dependency можно настроить. Я вот сейчас точно не помню как, но там пишется, типа... Вот, exclusion пишите, пишите exclusion и... просто выключаете ненужные вам библиотеки. Ну, это просто так, к слову. То есть, если вас что-то не устраивает, вы, по идее, можете заменить. Но... 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 Но зачем? Но зачем? Это первый аспект. Второй аспект. Обычно, вот, когда вы подключаете какие-нибудь dependency, вы пишете версию. Версию. Здесь у нас все... Все версии находятся... Находятся, скажем так, во власти вот этого парента, который устанавливает некую общую версию. И, то есть, благодаря этому мы избегаем проблемы, не с... Проблемы, когда у нас зависимости... У зависимости возникает какой-то конфликт. То есть, нам здесь, своего рода, скажем так, подставляют сразу готовые... Готовые комбинации, которые не конфликтуют, а уже работают. Так. Здесь рассказал, рассказал. Теперь вернемся к структуре нашего проекта. Значит, вот таргет, как мы уже узнали, что некие конечные файлы и собирается здесь жарник также непосредственно, который мы можем стартануть. Который мы можем стартануть самым обычным образом. То есть, вот я здесь уже стартовал, вот просто выбираете вот команду обычную Java, Target и Java черточка jar и путь прописываете. Target и имя вот этого жарника. Все. И у вас сервер поднимется. То есть, ну да. Давайте я вам покажу, что сервер реально поднимается. то есть, вот наш сервер поднялся. и мы можем теперь идти. Так, давайте давайте localhost 880 И вот ответ, вот ответ. А, я продолжаю работать с тем же проектом, с которым в последних видео я работал. То есть, там, где мы работали с Mongo, с Mongo и MySquery. Вот, собственно, продолжаем. То есть, вы просто запускаете джарник обычным образом. Ничего особенного. Окей. Следующий момент. Смотрите. То есть, второй важный момент это помп. Но я надеюсь, что вы что такое мамон и как он работает, основы знаете. Я в него погружаться не буду. Здесь важно у нас важен парент. Здесь наши общие какие-то характеристики, относящиеся к проекту. Здесь мы указываем версию джавы, здесь депенденси, которые внутри содержат какие-то еще депенденси. И в конце мы указываем билд, который нам, с помощью которого мы будем собирать вот этот классный джарник. Окей. Ладно, ладно, ладно. Теперь я хотел бы еще напоследок поговорить о папке src. То есть наша папка src делится на две главные папки main и test. Здесь я разглагольствовать много не буду. То есть вы уже знаете, что ресурсы это для темплейтов и для ксс и gs кода здесь все файлы открыли. Да, по-моему, да, по крайней мере, в static точно открытая папка, то есть там можно напрямую доступ иметь. То есть любой файл, который вы вот сюда подгрузите, его можно увидеть то есть просто через браузную строку, то есть прямой адрес прямо пишите и все будет. Но я хотел здесь не об этом поговорить, а о тестах. Вот смотрите. Что здесь важно? Смотрите. Java, Java, рукайка d6, рукайка d6, d6 application, d6 application test. К чему это? Когда вы будете создавать свои тесты, сохраняйте иерархию. Иерархию, как у вас в основной папке. То есть например, если бы хотели бы создать мы тесты к Home Controller, мы также бы здесь создали бы папочку Home Controller, и в ней бы создали класс Home Controller тест, и там бы его описали. Зачем это? Проще ориентироваться, проще искать. Вам легче, другим еще даже не вам, а для других важнее, потому что код в большинстве случаев читают, а не пишут. Так, теперь перейдем к ресурсам. Я хотел бы тут сказать следующие вещи. Смотрите, вот наш обычный, 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 так, я почему-то одно и то же написал, это я стеру, вот это я тоже стеру, ага, давайте я остановлю сейчас и удалю, удалю эту папку. Так, смотрите, ваши файлы, проперти, ваши настроечные файлы, их можно организовать в разных форматах. Вот есть классический проперти, да, где вы пишете все имя, все имя, целиком, сразу, и затем вы описываете значение, а можно воспользоваться форматом yaml, yaml, здесь скажем так, древовидно, древовидно вы пишете свои имена, то есть пишите первое, первую часть имени, вот, например, давайте вот, давайте вот этот разберем вариант, как можно было бы вот здесь написать, то есть на самом деле вы бы написали вот так, затем вот так вот, и, и, тут нам пробел, здесь снова пробел, вот, вот таким образом вы бы организовали вот эти вот строчки, то есть кому что нравится, кому-то нравится yaml, кто-то предпочитает классические проперти, то есть это просто еще один способ, как вы можете организовать свои настроечные файлы, здесь я хотел бы, вот, помимо этого продемонстрировать следующую фишку, например, вы одновременно работаете с несколькими проектами и хотите запустить, и, ну, то есть если вы будете обычным образом, то есть дефолтным образом запускать ваши Spring, Spring Boot приложения, то они по дефолту все запускаются на порту 880, а если, например, вы хотите поднять несколько, вы можете изменить это значение, для этого вы пользуетесь сервер точка порт и указываете порт, на котором вы хотите, вот, я изменил, то есть все последующие у меня будут запуске данного приложения именно на этом порту, но это мы увидим чуть позже, чуть позже, да, еще я хотел бы здесь сразу показать, что логирование, как можно осуществить логирование, мы пишем логинг, файл, и имя файла, где мы хотим, либо, либо, я подчеркиваю, либо вы не пишете файл и пат вместе, вы либо одно пишете, либо другое, и затем указываете имя файла, имя файла там по дефолту имеют, по-моему, 10 или 15 мегабайт, вы можете записать, и потом создается новый файл, просто имя немного изменяется, там, какой-то счетчик добавляется, то есть, вместо того, чтобы видеть логи, вот в стандартной такой консоли, вы будете писать логи, как правило, файлы, 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 вот можем вот таким образом, то есть, я буду, у меня будет файл, вот здесь создаться корневая папочка logs, и в ней будет создаться вот файл mylog, и в него будут записываться вот эти вот строчки, которые мы здесь обычно видели, но теперь они будут записываться еще в файл. Так, как воспользоваться этим логом? Этим логом мы пользуемся, сейчас я покажу, каким образом, мы, 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 так, где, 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 а, вот, нашел, смотрите, мы подключаем ломбук, и в нем есть замечательная возможность подключать логирование без особого, без особого напряга, для этого нам нужно лишь, вот, воспользоваться данной аннотацией, и затем, и затем, у нас доступен следующий объект, объект log, и у него различные методы, то есть, word, info, то есть, все зависит от, 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 типа, от, типа, что вы хотите, хотите, error, например, сообщение, то есть, какой тип сообщения вы хотите передать, все. Ради теста я решил, вот, скажем так, когда будет запрос на картинку, я буду писать лог, что была загружена такая-то картинка, мы это увидим в логах. Так, вот таким образом осуществляется логирование, просто аннотация, благодаря вам буквы, и у нас доступен вот этот объект, log. И мы будем писать, повторюсь, что логирование у нас будет вот по этому адресу, вместо консоли. В продакшене вы консоли вообще не увидите. Консоль у вас только на этом, как это называется, когда вы development, когда у вас development. Так, что я еще хотел рассказать, перед тем, как все это дело тестировать, перед тем, как все дело это тестировать, я хотел бы еще поговорить о следующем. Еще две темы поднимем, и все это начнем тестировать. Смотрите, 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 смотрите. Для начала поговорим о неком, неком таком простом варианте, как вы можете организовывать свой MVC, MVC подход. То есть, допустим, у вас есть некий, ну, очень простой контроллер и очень простое view, view, где вы просто передаете какое-нибудь статическое содержимое. То есть, вы не пользуетесь никакой моделью. То есть, вам не нужно создавать отдельный класс. Для этого вы можете создать конфиг, наследуетесь от MVC, MVC конфиг и реализуете там один из методов, в частности, addView контроллер. Там, на самом деле, множество из методов. То есть, вот, огромное количество. Но для стандартного view, да, дефолтного, который у нас не использует никаких моделей, мы не хотим для него вот отдельный класс, вот, как вот здесь home контроль или image контроль. Мы не хотим этого делать. Проще иногда бывает вот написать вот эти сколько, два, три, четыре, пять, пять строчек, чем создавать вот какой-нибудь отдельный контроллер, описывать все это дело. То есть, это мы используем, когда, так, об этом я буду говорить чуть позже, это мы используем, когда, когда, у нас очень простой контроллер, и он без моделей, без модельных данных, просто статические данные. То есть, мы указываем путь и указываем темплейт, на котором нет никаких модельных данных, только статика. Окей. Мы это также проверим. И последнее то, о чем, тем, как вот перейти, перейти к всему тесту, что я сегодня вам рассказал, поговорим о том, как вы можете сделать очень, очень простой вариант security. То есть, организовать подход, как вы можете защитить свое приложение и оставить его только для себя. Только для себя. Или, например, вы реализовали какое-нибудь очень простое приложение или непростое, но не хотите особо заморачиваться над security. Spring предоставляет нам простые решения. То есть, у вас, допустим, небольшая команда, да, вы просто раздали им готовые ключи, пароли с ключами и все. То есть, и используете некоторые фишки sprint security. Sprint security, то есть, вам, смотрите, вам нужно для начала будет подключить вот этот стартер, стартер security, и затем реализовать вот нечто похожее, нечто похожее. То есть, опять java-based configuration, включаете аннотацию enable web security, и реализовываете метод конфигура, который принимает builder. И это у нас данные, ой, какие данные, пользователи in memory, in memory. то есть, пока у вас приложение живет, вот эти вот все пользователи, которые вы здесь укажете, можно, например, вот так еще and и добавить еще одного пользователя. То есть, все вручную. Это, например, хорошо, во-первых, для продакшена, ой, какого продакшена, для продакшена это как раз очень плохо. Это хорошо, но для какого-нибудь быстрого тестирования или для сайтов, которые для маленьких, для маленьких команд, и вы не хотите разрабатывать отдельный слой, который отвечает за безопасность, за security. Вам нужно очень быстро как-то организовать. И здесь Spring вам очень предлагает отлично такое простое решение. что вам нужно, это, еще раз повторю, это вот этот стартер добавить и реализовать вот такой вот файл. То есть, configuration, enable, обязательно наследуйтесь вот от WebSecurity Configure Adapter и реализуйте метод. Еще раз повторю, юзеры хранятся в памяти. Умерло приложение, все умерло. И здесь еще нужен пасвор энкодер, я до этого тестировал, он почему-то его требовал, не хотел работать без пасвора энкодера. Я здесь видите, очень все попросту само сделал, но самое главное, то есть, здесь имя юзера, роль и роль, наверное, не обязательно указывать. Но я просто посмотрел в примере, как это можно сделать и добавил. Ладно, самое важное здесь юзер и юзер, а теперь давайте все это дело запускать и все тестировать. хватит болтовней, пора тестировать. Итак, запустил сервер и давайте все это дело тестировать, все эти возможности, о которых сегодня поговорили. Во-первых, 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 что мы делаем? Мы запускаемся на другом сервере, не на дефолтном, а на другом. 881. У нас вот такая форма благодаря веб-секьюрити, то есть вот благодаря вот этой вещи, вот такая приятная форма, нам делать ничего не нужно, то есть мы должны ввести какое-то имя и пароль, которое мы здесь в памяти указали, то есть у нас юзеры живут в памяти. Удобно, удобно. так, и в чем проблема? странно, почему там forbidden и уже отрабатывается, почему-то очень-очень странно, вот запрос мой, я могу вот такой запрос сделать, то есть почему-то странное, странное, очень странное, то есть доступ разрешили, а какой-то непонятный ответ. Ладно, вот меня впустило в систему, теперь я в ней, скажем так, нахожусь. То есть мы вот уже протестировали веб-секьюрити, да? Теперь давайте протестируем наш очень-очень-очень простой веб-конфиг джангл. Здесь смотрите, что мы ожидаем увидеть. мы ожидаем увидеть строчку Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. То есть идем по адресу Jungle и Welcome to the jungle. Так, это была наша третья особенность. Теперь мы хотим протестировать четвертую особенность, которую мы сегодня узнали. Это логирование. для начала вот четвертый особенность, что мы используем другой тип аппликейшена. Кстати, вот у этих файлов аппликейшенов есть какая-то иерархия. То есть я вот точно не помню, но по-моему вот Property, да, он выше. То есть если вы перезаписываете свойства одни и те же, то Property старше. Тут вам придется погуглить, погуглить. То есть либо создавайте один файл и в нем все описываете. Либо не повторяйтесь, либо идите и смотрите иерархию этих файлов. То есть если вы одни и те же свойства будете писать, будет перезапись. Ладно, я тут хотел показать, что мы вот вот наши мы воспользовались YAML то есть здесь используется совсем другой стиль здесь стиль отступов то есть вот эти вот иерархиератические вещи Spring Data то есть нам не нужно прописывать вот Data Source здесь несколько раз например было но мы видели уже да я хотел показать, что вот лог теперь записывается в MyLog вот создалась папочка MyLog и вот файл MyLog и теперь здесь мы видим самые обычные обычные логи обычные логи вот они все у нас ой вот у нас все логи так теперь как мы хотели эти логи протестировать мы хотели их протестировать на вот через контроллер ImageController да и когда мы достаем картинку вот по ID да у нас будет запись в логе мы ее во-первых увидим вот здесь вот вот этот лог да но еще и увидим MyLog давайте протестируем Image вот картинка наша вот lot lot images ID да вот он и вот лог в файле появился вот он lot images то есть это была наша пятая особенность да сегодня пятая особенность и и и и я вот еще хотел поговорить о кое о чем я ведь даже подготовил совсем забыл совсем забыл 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 смотрите я хотел показать вам я просто еще до этого и не делал но 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 надо по идее надо по идее показать как это вообще дело работает где наша репозитория какой-нибудь вот наша репозитория я хотел показать каким образом составляются команды вот допустим мы хотим имейдж да вернуть имейдж вот у мэйджа у нас какие свойства description есть не самый лучший вариант вот давайте лучше вот по name давайте language то есть не здесь будем делать а рассмотрим вот тут значит как мы пишем составляем команды более сложные чем вот эти вот обычные самые базовые мы пишем language mysql и начинаем например get all by или get by get by допустим creator and name а затем вы просто в скобочках указываете как у нас там было я опять забыл у нас были все стринги то есть вы сделали просто стринг creator и стринг name все 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 вот таким вот образом составляются команды очень просто очень легко то есть никаких прям больших сложностей здесь нет как составлять команды вот вот посмотрите почитайте документацию здесь никаких трудностей возникнуть не должно здесь правда пишется find но find или get по-моему одинаково воспринимаются вы могли бы написать ну давайте раз они там find предлагают то find вот если вы еще будете писать в идее в идее да вам сразу она дает очень классные подсказки очень классные подсказки то есть вам даже еще проще будет это делать ну ладно проверять я не буду я думаю вы поверите что это все дело работает механизм здесь не очень сложный то есть вот есть примеры почитайте почитайте ссылку ссылку оставлю ну пожалуй на этом свою солянку я закончу поговорили сегодня о многом изучайте spring 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 see you next time spring